Здравствуйте! Это тренировочное видео фирмы Оттел о перепрограммировании электронных блоков управления европейских авто с помощью автосканера MaxiSys Pro. Добро пожаловать в тренировочное видео фирмы Оттел. До проведения программирования электронного блока управления с помощью MaxiSys Pro нужно подать к авто питание от стабилизированного источника напряжения и убедиться, что клипсы кабелей хорошо зафиксированы и запитывает основной блок MaxiSys Pro. Присоедините MaxiSys Pro к интернету, чтобы быть уверенным в надежном проведении программирования. Убедитесь в стабильности работы сети интернет. Система MaxiSys Pro обеспечивает работу такой сети как беспроводно, так и по проводам, то есть через Wi-Fi или кабель Ethernet из комплекта. Чтобы убедиться в надежности соединения сети с интернетом, проверьте состояние иконки в правом нижнем углу ультра. Соедините USB кабелем основной блок и блок J2534. Убедитесь в надежности крепления разъема винтами, а затем присоедините основной блок к авто кабелем OBD2. Функция программирования электронного блока управления в MaxiSys Pro продумана, а меню снабжено пошаговой инструкцией. Теперь приступим. Для запуска процесса программирования электронного блока управления в рабочем меню выбираем приложение «Диагностика». В соответствии с инструкцией на экране включаем и выключаем зажигание. Нажимаем кнопки «Ок» а затем «Считать данные об авто». Доступны три основные опции. Чтобы приступить к перепрограммированию авто, нужно нажать кнопку «CIP». При этом будет получена и высветится на экране информация о конфигурации авто. Прочитайте ее и подтвердите, нажав «Ок» для продолжения. Или нажмите на кнопку «Редактировать», чтобы настроить SA-конфигурацию. В этом случае нужно убедиться в правильном добавлении или удалении информации по авто. Неправильно выполненные операции могут привести к искаженным характеристикам авто. По завершении нажмите кнопку «Escape» – «Выйти». Затем нажмите «Да», чтобы сохранить проверенную информацию. После подтверждения конфигурации система MaxiSys соединится с авто для оценки состояния каждого блока управления. Это может занять несколько минут или дольше, в зависимости от спецификации авто. До проведения процесса перепрограммирования авто, нужно подтвердить факт замены какого-либо блока управления и нажать соответственно «Да» или «Нет». Отметить в списке конкретный блок управления, который нужно перепрограммировать, или выбрать «Все», при необходимости полного обновления всех систем авто. Нажать «Ок» для подтверждения. Для продолжения нажать кнопку «Программирование и кодирование». Нажать кнопку «Выборочное обновление» для перепрограммирования конкретного блока управления, или, если нужно, можно поставить отметки «Везде» для полного обновления систем авто. Нажать «Ок» для продолжения. На экране высветится нужная информация. Для ее просмотра прокрутить экран вверх и вниз. Нажать «Выполнить намеченный план» для продолжения. Следовать экрану инструкции для выключения двигателя и включения зашиток. Убедиться в стабильности соединения MaxiSysPro с интернетом. Затем система начнет получать новейшие программы для обновления, и автоматически начнется процесс перепрограммирования. При перепрограммировании блока управления можно провести такие разные операции, как адаптация узлов или различное кодирование, а также одновременно удалить все сохраненные коды неисправности. Продолжение следует... По мере проведения операции дорожка в меню выбранного блока управления становится синей. Все это происходит автоматически, поэтому не рекомендуется одновременно выполнять другие задачи. Продолжение следует... По завершении перепрограммирования на экране появится итоговое сообщение. Для завершения операции и возврата в главное меню нажать кнопку «Завершение операции». Для быстрого перехода в рабочее меню нажать кнопку «Мультизадачи». Спасибо за просмотр! При возникновении любых вопросов и предложений по продукции фирмы Оттелл, просьба посетить веб-сайт фирмы или просто позвонить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...